This conference will now be recorded. Всем добрый вечер. Напишите, пожалуйста, кто подключился, как у нас дела со звуком, с изображением. И если все в порядке, мы сейчас с вами будем начинать. Спасибо, значит, все хорошо. Добрый вечер, видно и слышно, Виктория. Все, спасибо, спасибо большое. Тогда давайте мы будем начинать нашу встречу, наш мастер-класс. Спасибо. Сегодняшний мастер-класс называется «Создаем таблицу из нескольких файлов с Power Query». Меня зовут Сидорова Елена Владимировна, можно без отчества. Буквально несколько слов о себе расскажу. Я по образованию педагог, учитель математики и информатики. Закончила институт в 1995 году. С тех пор 18 лет проработала в школе, соответственно, по специальности. За это время прошло несколько дополнительных обучений, в том числе второе высшее образование по специальности, уже отдельная информатика и преподавательская деятельность. 12,5 лет уже работаю в специалисте, веду курсы по офисному направлению. Ворд, Эксель, Пауэрпоинт, Эксель веду до шестого уровня, кроме макросов, то есть четвертого и пятого. Соответственно, Ворд первый и второй. Я являюсь автором методических материалов к этому курсу, кроме, соответственно, проведения занятий. Вот, и Пауэрпоинт первые два уровня, то есть техническая первый уровень и второй дизайн презентации. До того, как мы с семьей переехали в Москву, соответственно, я жила на Урале, работала в школе, и в 2003 году наш президент запустил проект информатизации системы образования. Как и многие преподаватели, вернее, учителя информатики, я в нем участвовал, в том числе и в роли методиста. Ну и кроме этого, несколько лет, три года, я еще время от времени публикую статьи в журнале, справочник, секретаря и офис-менеджера, что касается, опять же, наших трех программ. В основном это Ворд и Пауэрпоинт, но и время от времени по Экселе тоже кое-что пишем. Наш сегодняшний мастер-класс будет посвящен одной очень-очень небольшой теме, которую мы рассматриваем в курсе шестой уровень Экселя в нашем центре. Дополнительно название этого курса бизнес-аналитика с использованием трех пауэров. В PowerPivot, PowerQuery и PowerMap или в данном, в сегодняшнем офисе, в самом новом, это уже не PowerMap, а 3DMap называется. Ну и если кому будет интересно, ближайшие группы у меня по этому курсу стартуют. Одна из них стартует завтра по выходным. Ну и, соответственно, следующая, 19 апреля. С нашим центром вы наверняка все уже знакомы, многие у нас курсы посещали. Центр работает 29 лет, 30-й год, то есть в нашем центре в этом году юбилей. Более миллиона выпускников, несколько комплексов, разработано больше тысячи курсов. Ну и преподавание ведут проверенные преподаватели, эксперты в своем направлении. Соответственно, поэтому мы гарантируем нашим слушателям качество, результат, расписание гарантированное, безопасность и так далее. Ну и давайте приступим к нашему мастер-классу. Еще раз проговариваем. Называется он «Как?», чуть-чуть по-другому сформулирую, «Как создать таблицу, если у нас есть несколько источников». Имеется в виду источников одного плана, одной структуры, которые не требуют большого изменения. А может быть, даже и вообще не требуют изменения. Итак, сначала мы посмотрим с вами такую ситуацию. Есть файл. Файл, в котором однотипные данные сохранены в виде отдельных листов. Это данные за январь, февраль и март. Год совершенно не важен. Главное, что эти данные нам для того, чтобы создать какой-то отчет, а это у нас стандартно, это сводные таблицы, в большинстве случаев используются. Нам эти данные нужно соединить в единое целое, в единый диапазон или в единую таблицу. И затем уже можно приступать к созданию отчетов. Есть разные подходы. Первый подход, тот, кто не в курсе современных инструментов, делает обычно так. Вперед копирует, первую таблицу вставляет, потом вторую таблицу ниже вставляет, третью таблицу и так далее. Копирование, вставка, это мы знаем с вами все опасная вещь, потому что это вещь одноразовая. То есть сейчас сделали, потом, если какие-то изменения в источниках произойдут, у нас, перед нами будет стоять задача найти эти изменения, внести эти изменения в свою уже итоговую таблицу и потом уже обновить сводную. Так вот, что мы можем сделать? Второй подход, тот, который мы рассматриваем на наших курсах, на шестом в частности уровне, немножко не для такой таблицы, но не для такой ситуации, но он действует. То есть мы собираем все эти данные в единую модель, подключаем, но проблема в том, что между ними придется искать какую-то связь и заставлять какую-то дополнительную таблицу с уникальными значениями, например, там, либо по датам, либо по заказчикам, либо по менеджерам. В общем, это нужно все анализировать и пытаться сделать. Мы с вами рассмотрим другой вариант, третий. В версиях, начиная с 2010, есть несколько новых настроек. Одна из них это Power Query. В 2010, в 2013 версии ее нужно дополнительно устанавливать. В 2016 эту надстройку уже, так сказать, внедрили в наш Excel и, начиная с этой версии, мы спокойно можем уже пользоваться без каких-то дополнительных установок. Итак, в чем будет заключаться наше действие? Ну, во-первых, конечно, нам нужно создать файл, который будет содержать эту единую таблицу. Ну, соответственно, можно его сохранить. Сохранить. Время от времени я буду проговаривать некоторые горячие клавиши, которые многие уже знают, но на всякий случай, для тех, кто не в курсе, клавиша F12 на клавиатуре запускает без всяких промежуточных шагов. Вызов окошко «Сохранить как», что я сейчас и сделала. Ну, и, соответственно, сохраняю мой файл. Допустим, там 1.kv напишу 2015, чтобы он не совпадал с названием источника. Ну, и далее нам необходимо к этому источнику добраться. Идем мы через вкладку «Данные». У меня, кстати, версия 365 офиса, что на 99% схож с 19 версией. Ну, и, соответственно, 2016 будет очень похоже. Итак, на вкладке «Данные» я иду в группу «Получить и преобразовать данные», кнопка «Получить данные». В 16 версии команда будет находиться во второй группе, и называться кнопка будет «Создать запрос». Дальше здесь мы видим с вами много различных вариантов источников. Нам нужен с вами файл по типу Excel. Я иду из файла, из книги. Что дальше? Дальше открываю нужный мне документ и жду появления окошка навигатора. В окне навигатора программа нам будет показывать все листы и объекты, которые мы можем подключить к решению нашей задачи. Вот, например, январь 2015 года, февраль 2015 и март 2015. Лист один у нас с вами пустой. Итак, первое. Мы с вами договорились, что у нас идентичные структуры фактически. Что из этого следует? Из этого следует, что мы не должны исправлять что-то в этом документе. Мы просто должны к нему подключиться и вот эти три странички собрать в единый документ. Поэтому сейчас в Power Query я, как говорят, проваливаться не буду. Я выбираю таблицу, открываю стрелочку или список в команде «Загрузить» и выбираю «Загрузить облак». Когда мы эту команду выбираем, у нас появляется диалоговое окошко, которое в 19 и в 365 офисе выглядит вот так. В более ранних там отсутствуют отчеты, сводные таблицы, сводная диаграмма. На самом деле они нам сейчас и не нужны. Соответственно, два примера, два случая, которые есть во всех версиях, это выгрузить сюда на этот лист в виде таблицы или создать подключение. Мы с вами в виде таблицы загружать это не будем, потому что собирать потом будем в единый источник. Поэтому создаем только подключение. Нажимаем на «Ок» и у нас это подключение формируется в специальной области, которая время от времени при закрытии файла будет отключаться. Например, я ее сейчас отключу. Открыть ее можно будет снова на вкладке «Данные» в группе «Запросы подключения». У меня эта команда называется «Запросы подключения», а в 16-й версии, более старом, будет просто «Подключение». То есть можно будет вернуть. Так вот, что дальше? А дальше либо мы идем тем же самым путем, то есть данные, получить данные из книги, из файла, выбирать таблицу и, соответственно, ее снова подключать. Либо мы можем с вами пойти другим путем. То есть фактически мы что сделали? Мы подключиться подключились. Возможно, даже на каком-то этапе будем какие-то действия выполнять, но это не сейчас. И дальше я хочу создать дубликат этого запроса, потом поменять таблицу. Как это можно сделать? Первый случай – это войти в Power Query. Для этого достаточно двойным щелчком по нашему запросу. Левой кнопкой мыши щелкнуть. Открывается окошко Power Query. Мы его подробно разбирать не будем. Главное, что нам пригодится. Во-первых, это панель инструментов. На самом деле это лента вкладок, как и в Excel и в других программах офиса, где инструменты разбиты на вкладки, на группы. Ну и, соответственно, мы инструменты видим. С правой стороны – это параметры запроса. Название нашего запроса – это имя листа по умолчанию. И некие примененные шаги. Итак, первый шаг – это источник. Это подключение к нашему файлу. При этом решение выглядит вот таким вот образом. Некая таблица возникает. И через шестеренку можно будет добраться к другому файлу. На следующем примере мы этот вариант посмотрим. Так как файл у нас один, мы идем на второй шаг навигации. Открываю шестеренку. И мы увидим с вами левую часть окна навигатора, которую уже видели. Здесь мы можем изменить таблицу. И при нажатии на ОК мы получим данные из другого листа. Повышенные заголовки – это шаг, который текущую первую строчку, которая у нас сейчас называется номер заказа, дата и так далее, поднимает наверх и использует в качестве заголовка. Это хорошее действие, то есть нам оно пригодится. А вот измененный тип – это шаг, за которым нужно постоянно следить и время от времени от него наш алгоритм чистить. Что делает этот шаг? Он посмотрел пока на смешанный тип. Смешанный тип вы можете увидеть в виде кнопочки с данными ABC 1, 2, 3. Если мы этот смешанный тип оставляем, то при выгрузке в Excel, Excel будет считать, какой формат назначить данному столбцу. То есть фактически это то же самое, что в Excel. Общий формат, когда мы пишем данные, Excel сам определяет, что это будет число, это будет дата или это будет текст. Ну и измененный тип, давайте присмотримся, он к некоторым нашим с вами столбцам применил корректный формат дата, целое число и текстовое значение. Единственное, что бы хотелось изменить, это убрать вот эти нули, которые показывают время в дате. Поэтому можно зайти в кнопочку, отмечающую наш текущий формат. Кстати, если этой кнопки нет, то мы эту команду можем найти на ленте, на вкладке «Главное» называется «Тип данных». Итак, выделяется, простите, столбец, открывается тип данных и выбирается просто дата. Далее программа спросит нас с вами, нам с вами этот шаг добавить как новый шаг в алгоритме или просто внести изменения в предыдущий. Я делаю замену «Заменить текущие». Теперь измененный тип уже… Так, а что это у нас получилось? Я время выбрала. Дата, конечно. Дата. Еще раз «Заменить текущие». И у нас с вами изменяется в шаге «Измененный тип» вот эта настройка. Итак, кстати, для чего-то мы сюда зашли-то. Не только подкорректировать наш стандартный запрос, но и еще создать дубликат. С левой стороны у нас идет область такая запросов, которая сейчас свернута. Я ее разворачиваю. Это панель навигатора. И прямо на название января через правую кнопку мыши вызываю команду «Дублировать». Дубли, естественно, название имеет январь. Ну, то есть точно такое же название и в скобочках два. То есть второй вариант. Поменять можно прямо здесь слева через правую кнопку переименовать, либо справа имя нашего запроса. И сейчас у нас с вами будет этот запрос называться «Февраль 2015 года». Но пока мы имеем данные, естественно, января, так как дубликат. Что же нам нужно с вами поменять? Нам нужно будет поменять выбор в шаге навигации нашей таблицы. Поэтому я иду в шаг навигации, открываю шестереночку, выбираю «Февраль», жму «Окей». И вот сейчас мы с вами увидим одну неприятность. К таким простым запросам при добавлении нашей таблицы всегда по умолчанию добавляется шаг использовать первую строку в качестве заголовка, а к ней всегда прилипает измененный тип. И если мы посмотрим налево, мы увидим, что «Февраль» у нас с треугольником восклицательным, с восклицательным знаком, это говорит о том, что где-то что-то пошло не так, идет ошибка. Перейдя на последний шаг, мы увидим с вами, что программа потеряла какой-то столбец, типа номер заказа, и, в общем, ничего хорошего не произойдет. Случилось это просто потому, что вот эти два новые шага программа по умолчанию добавила в процессе навигации. То есть нам необходимо просто от них избавиться, удалив через крестик первый с подтверждением и измененный тип. И далее мы увидим, что все в порядке. Вот она навигация, вот они повышенные заголовки, вот он измененный тип, и с даты произошло все хорошо. Данные за февраль, то есть все замечательно. Вот, но мы можем избавиться вот от этих шагов, которые я сейчас вам показала, если мы будем дубликат создавать не здесь. Итак, иду для закрытия. В нижнюю часть кнопки закрыть и загрузить, выбираю закрыть и загрузить в. Так как мы создавали дубль, нам программа предлагает тот же самый вариант выгрузки, это создание подключений, с чем мы соглашаемся, нажимаем на ОК, и данный февраля программа подтягивает. Так вот, значит, мы с вами можем создать дубликат, не заходя изначально в Power Query. Для этого прямо в запросах и подключениях мы нажимаем на любой из этих запросов, правую кнопку мыши, здесь та же самая команда дублировать. Программа сама открывает Power Query, и обратите внимание на то, что данные пока февральские. Вот, соответственно, нам нужно поменять на март 2015 года. Кстати, я, по-моему, вас ввела в заблуждение, но сейчас посмотрим, проверим. Итак, навигация. Открываем. А, все, извините, путь не тот. Значит, можно через навигацию выбрать март, но тогда мы с вами получим снова те же шаги, а можно немножко схитрить. Если у нас с вами открыта строка формул, мы в формуле видим, что источник подключается к листу февраль 2015 года. Так вот, чтобы не получить двух дополнительных шажков, от которых нужно избавиться, мы можем просто в строке формул вместо февраля написать март. Но мы должны при этом знать четко, как называется лист. Никаких дополнительных символов. Например, там пробел лишний поставите, и программа скажет, я ничего такого не нашла. Соответственно, нужно очень аккуратно к этому действию приступить. Ну, и как мы видим, в данном случае повышенные заголовки, измененный тип остаются старые, то есть дополнительные, вот эти два шага не появляются. На случай, если вдруг вы открываете Power Query, строку формул вы не видите, нужно зайти на вкладку «Просмотр» и там просто подключить флажочек. Вот, подключаю, включаю. Все достаточно элементарно. Итак, значит, мы с вами сейчас глянули, как можно создать дубликат и как можно поменять навигационный, в навигации выбор листа, ну и проблемы вот этих двух случаев. Что дальше? Ну, а дальше можно выходить в Excel, можно объединять эти таблицы прямо здесь в Power Query. Давайте покажу через выход. Так, значит, главное закрыть и загрузить, закрыть и загрузить. Вот эта команда, которую в Power Query нужно всегда исполнять при первой выгрузке. Если, конечно, вы уже не профессионально работаете, вернее, профессионально работаете в Power Query, тогда вот это действие можно запрограммировать, то есть изначально изменить свойства и чтобы он всегда нам выгрузку делал в нужный нам момент. Кстати, в своих Power Query вы можете увидеть, что по умолчанию он всегда идет в таблицу. У меня чаще всего создается подключение по умолчанию. Итак, вот они наши три таблички. Теперь нам нужно их объединить в единый список. Для этого на любой таблице мы нажимаем, на любом запросе нажимаем правую кнопку мыши и в контекстном меню мы выбираем с вами команду «Добавить». «Добавить» к одной таблице другую. Выбираем «Добавить». Открывается диалоговое окошко, где он предлагает к первой таблице, то есть к текущей, по которой щелкнули «Добавить» еще одну. В старых версиях до 16-й, если у вас три таблицы 5, 6, 7, вы должны сначала объединить две, потом к этому объединенному добавить треть. В общем, это был, если в ручном варианте, достаточно длинный и неудобный путь. В 16-й версии появилась здесь команда еще три таблицы и более, и если переключиться на этот вариант, мы видим сразу все таблички, и даже через «Shift» выделив, мы можем сразу многие добавить в наш список. На всякий случай проверяйте всегда порядок. С помощью стрелок вверх-вниз вы можете порядок поменять. То есть, если, допустим, я сначала добавила январь, потом март, потом февраль, можно будет за счет вот этих стрелок изменить порядок. Именно в таком порядке эти данные будут следовать в нашей таблице. Выбрали, нажали на «Ок» и сейчас программа нас с вами отправит в Power Query, чтобы мы проверили результат и дали нашему объединенному списку название. Ну вот смотрим, январь пошел. К сожалению, здесь стрелочки с контролом, как в Excel, переход вниз не работает, поэтому придется крутиться. Нам нужно просто увидеть, что появился где-то там февраль, и на этом успокоиться. Вот февральские данные у нас есть. Все замечательно. Запрос называется «Добавить» или в английской версии это будет «Append». Соответственно, мне нужно будет написать, допустим, что это первый квартал. 2015 года, а примененные шаги – это просто объединение источников. Все. Снова первая выгрузка в Excel, закрыть и загрузить его. Ну и дальше я уже решаю, что мне нужна реальная таблица в Excel со всеми этими данными. Выбираю таблицу, проверяю имеющийся лист, показываю ячейку и нажимаю на «Ок». И сейчас программа нам с вами быстренько добавит эти новые данные. И если в источнике что-то будет добавляться, удаляться, ну, например, у нас сейчас 1 января 2015 года, чего-то там «Зао Каптус» чего-то там сделала, чего-то у нас купила. Ну, давайте я в источник зайду. Выберу январь и вместо вот этих 11 напишу, ну, допустим, там 5000. 5000 позиций. Сохраняюсь. И здесь нам нужно будет только подключить обновление. Обновление можно запускать через вкладку «Конструктор» сейчас вот она, через вкладку «Данные», через просто кнопочку «Обновление» в нашем запросе. Итак, обновляю. И вот они наши, о, даже не 5000, а 50 тысяч написала. То есть автоматически все изменяется, все это объединяется. И это один из, наверное, огромных плюсов забирать данные через Power Query. Итак, посмотрели, как данные собираются из одной книги. Теперь дальше. Следующий пример, он наиболее распространенный. Например, у нас есть данные однотипного формата в нескольких файлах. Например, данные о каких-то там действиях, продажах по странам. Таблички у меня будут маленькие. Для того, чтобы посмотреть, я в нашем проводнике просто настроила вид с отображением области просмотра. Мы не будем открывать каждую, просто посмотрим реально на данные. Итак, код заказа, дата, код товара, цена, количество, страна. Германия. То же самое. Код, дата, код товара, код заказа, код товара, цена, количество, страна. США тоже самое. И во Франции тоже самое. То есть однотипные таблички. Нам их нужно просто соединить в одно. Сейчас пока для нас важно, что в каждом этом файле у нас данные находятся на листе с одним и тем же названием. И есть столбик, который означает страну. Итак, наши действия. Создаем файл, в котором будет храниться эта общая табличка. Я его называю страны 1 пока. Так, F12, наша любимая. В папочку. Так, не туда, немножко сюда. Так, и допустим, страны 1 называл. Сохраняю. Так, не хочешь? Так, ладненько. Что-то делается. И теперь иду подключаться через Power Query. Опять же, посмотрим два варианта и некоторые отличия. Итак, первый вариант точно такой же, как в прошлом примере. Кладка данные. Получить данные или создать запрос из файла из книги. Открываем нашу папочку и выбираем первый файл. Например, Бразилия. Двойной щелчок или кнопка импорт. Ждем навигатор. Показываем, с какого листа мы берем данные. И пока, пока я не буду обращать внимания на вот эту пустую строчку NAL. Потом объясню, почему. Предполагаю, что все, что есть, я забираю в нашу таблицу. Поэтому раскрываю стрелочку в кнопке загрузить, выбираю загрузить его. Только создать подключение. Соответственно, никаких листов здесь не будет. Жму ОК. Дальше мы помним, что если точно такой же запрос, можно создать дубликат. Правая кнопка дублировать. В Power Query нам нужно будет поменять имя. И в нашем случае поменять источник. Давайте сначала начнем с источников. Итак, источник. Нажимаю на шестереночку. И источником у нас должен стать другой файл. Что мы здесь делаем? Во-первых, можно найти кнопку обзор и выбрать другую страну. Можно, если знаем, что папка одна и та же, просто вот здесь в имени прописать название другой страны, если будет удобно. И нажимаем на ОК. Либо, как мы и видели в прошлом примере, можно просто пройти в шаг источник и вот здесь поменять имя файла. Но опять же, вы должны знать, как это все правильно называется. Итак, источник выбрали. Навигация выбирает тот же самый лист 2018. Повышенные заголовки, как и в предыдущем примере. Первую строчку делает наша заголовочка. И нашими заголовками измененный тип превращает числа в числа, даты в даты, тексты в тексты. Если все правильно написано. Если какие-то варианты, например, даты в формате американском, значит, нужно будет это подкорректировать. Но и те, кто пойдут на шестой уровень, этот процесс увидят. Но мне остается изменить имя. Имя я беру по названию страны Германия. Enter. Единственное, что мне еще нужно сделать, поменять у предыдущего запроса имя на Бразилию, чтобы у нас там было все понятно. Можно открыть область запросов, правая кнопка переименовать, написать Бразилия. Так как мы не заходили в первом случае в Power Query, соответственно, мы не смогли поменять имя сразу. Ну что, второй вариант прямо здесь. То есть, опять же, не выходя в Excel, мы можем с вами здесь создать дубль. Правая кнопка мыши уже на запросе. Дублировать. Зайти в источник, в шестереночку. Посмотреть, какая там у нас страна еще есть. Например, Франция. Нажать на ОК. Имя поменять. Либо справа, либо слева. Получить. Обязательно проверяйте, если будете так делать, результаты. Ну и остается еще... А, Францию. Да, правильно, отлично сделала. Францию открыла, США написала. Так. Франция. И еще один дубликат. Называю США. Так переименовать. США. Ну, я не буду выходить в обзор, просто иду на шаг источник и в строке. Формулу имя файла переписываю вместо Франции, Excel, на США. То есть, вот эти варианты просто нужно будет отслеживать, как вам проще, так и делать. Ну, и теперь все наши четыре таблицы нужно объединить в единый список. Для этого, опять же, не обязательно выходить из Power Query. Достаточно выбрать первую табличку и на вкладке «Главное» найти кнопку, которая называется «Добавить запросы». Там есть два варианта. Добавить запросы и создать новый. Мы будем создавать новый запрос. Если выбираете «Добавить», то к строчке, вернее, вот к этой таблице Бразилия добавятся все остальные. Я не хочу пока потерять источник, поэтому добавляю в новый запрос. Итак, новый запрос. Ну, и мы видим ту же самую таблицу, как и из Excel мы объединяли. Три таблицы и более. Бразилию уже не беру. Все остальные через Shift выделяю. Нажимаю «Добавить». Если необходимо, опять же, можно поменять порядок. Жмем «Ок». И ждем, пока у нас появляется новый запрос с названием «Добавить». Назову его «Все страны». Теперь по поводу вот той строчки с налами, которая была у нас с вами в Бразилии. Во-первых, нужно убедиться, что в остальных этой строчки не было. И значит, нам нужно будет изменить запрос только для страны Бразилии. Вот если бы у нас с вами все файлы содержали эту пустую строчку, мы бы в Бразилии сначала удалили, а потом уже просто опять же копировали, и процесс удаления пустой строки происходил бы в каждом файле. Но так как у нас только в одном файле эта проблема, я сейчас возвращаюсь в Бразилию. Ну и нам необходимо убрать вот эту строчку. Разные способы существуют, разные подходы. Анализируйте всегда ситуацию. Один из вариантов – просто открыть в любом столбце кнопку фильтра и отключить вот эту позицию «Нал». Есть способы, когда мы удаляем строки, верхние, нижние, чередующиеся, там, дубликаты удаляем и так далее. Строчки там с пустыми, с ошибками. Анализируйте всегда, смотрите на ситуацию. В данном случае фильтр спокойно сможет сработать. Итак, смотрим на запрос. И пустая строчка на общий запрос тоже исчезла. Осталось делать выгрузку в Excel. Опять же, первая выгрузка. Я нахожусь на нужном запросе. Закрыть и загрузить в. В виде таблицы на новый лист. Имеющийся он здесь мне не дает выбрать. Простите. И нажимаю на «Ок». И вот у нас вся табличка со всеми странами есть. Опять же, тот плюс, который мы разбирали, это в том, что в одном меняете, во вторых, вернее, в остальных все обновляется. Проблема данного способа, который я вам рассказала, в том, что так как мы каждый в отдельности дубликат не выгружали, смотрите, вот эти, Германия, Франция и США, вот эти таблицы, они выгрузились по тому же принципу, что и конечный запрос. Соответственно, если мне, и, кстати, именно поэтому он нам не выдавал возможность выбрать на имеющийся лист, потому что три таблицы на один лист не помещаются. Так вот, что мне придется делать в этом случае? Мне придется открывать в каждом запросе правую кнопку мыши, загрузить в, выбирать, что здесь создается только подключение. Жму ОК, при этом программа сейчас поругается, скажет, мне придется вот эту таблицу отсюда удалить. Я говорю, да, продолжи. И так по всем остальным. Вот, опять же, именно поэтому, если я иду, вот, вот, простите, не туда зашла. Если я иду по этому пути, я сначала выхожу сюда, ну, то есть создаю первый запрос, делаю здесь дубликат, меняю файл, а потом уже, когда все вот эти вот подключения будут созданы, через правую кнопку мыши выбираю добавить и, соответственно, там уже формирую единый список. Вот, от всех вот этих проблем, от всех этих сложностей и нюансов не уйти, если будете работать, ну, как мы привыкли, методом научного тыка. Вот, сейчас я, вы эти проблемы увидели, соответственно, выбирайте нужный способ. Я не буду до конца доделывать, время у нас там, как говорится, не резиновое. Хочу вам показать еще один способ, который нас приближает к более сложным вариантам, ситуациям, которые мы уже рассматриваем на расширенных программах, на седьмом уровне работы с Power Query. Там можно писать интересные запросы и собирать буквально там в два щелчка все данные, которые находятся в одной папке из идентичных файлов. Вот, поэтому в папке страны 2 я вывела те же самые таблички с единственным изменением. Я убрала из этих таблиц столбец страна. То есть, страну мы будем как-то вытаскивать из названия файлов. Ну и начинаем с того же самого. Идем в Excel, создаем файлик, сохраняем его, допустим, в нашу же папочку. Я назову страны. Так, пока страны... Назову страны 2. Ага, не туда, извините. Тоже. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...